доброго времени суток youtube уважаемые видеослушатели моего канала уважаемые контрагенты я хочу записать маленькое видео для наших контрагентов им в помощь сейчас я нахожусь на уральском отделении межрегионального территориального управления по надзору за ядерной радиационной безопасностью всего существует 29 сайтов ростехнадзора для каждой области он свой я в данном случае зашел на уральское есть центральное управление есть уральская сибирская волжская и так далее всего их 29 и хочу вам подсказать уважаемые контрагенты вот следующее на что мы опираемся в своей работе прежде всего это 170 федеральный закон об использовании атомной энергии далее много много полезных документов их можно скачать зайдя на этот сайт ростехнадзора на любой они одинаково я сейчас разделе деятельность и нормативные документы кроме того очень нам важен документ который называется 749 н соответствии с этим документом приказом министра здравоохранения российской федерации мы проводим физиологические обследования четко черным по белому написано в каком объеме проводится обследование медицинское обследование лиц опасных профессий и в том числе психофизиологи участвуют в этом обследовании благодаря приказу 749 н там указано что работники лица опасных профессий должны проходить психофизиологические обследования наряду со специалистами узких медицинских специальностей там терапевта офтальмолога хирурга невролога психиатра и так далее мы не психиатры психиатрия не психофизиология это совершенно два разных направлений медицинской деятельности у них разные цели задачи и методы исследования в данном случае 749 приказ действующий на данный момент двадцатого года определяет что не только у психиатра ваши работники должны пройти обследование уважаемые контрагенты но и у психофизиологов в лабораториях аттестованных лабораториях психофизиологического обеспечения всего их на данный момент российской федерации 32 таких лабораторий как у нас соответственно понятно 749 240 утверждающий перечень тех профессий тех должностей которые должны подвергаться такому повышенному контролю ну и соответственно самый главный документ со стороны ростех надзора это административный регламент номер 623 действующий это документ ростех надзора это документ ростех надзора который вообще говорит о том что надо лицензироваться ребята вот этот документ административный регламент чтобы получить лицензию надо пройти кучу проверок вашим работникам обучение и так далее и так далее так далее ваши на предприятиях инженеры повод и т.б. главные инженеры должны это все знать они это знают по практике своей видим что люди очень-то работают грамотные все понимают все знают вот в отношении с ростех надзором ваши предприятия руководствуется вот этим самым 623 административным регламентом а по поводу медосмотров ваших потенциально опасных работников вы руководствуетесь 749 н приказом н вот он здесь у меня отмечен вот это медики это ростех надзор 623 это ростех надзор это медики вот эти два самых основных документа для нас с вами на что мы опираемся в своей работе то есть и федеральные законы важны конечно но практика дела описано как раз со стороны медицины 749 а со стороны ростех надзора 623 смотрите как мы действуем на каждом из 9 из 29 сайтов ростех надзора присутствует сейчас я не знаю где тут искать на уральском они на каждом поверьте мне есть ссылка на акт на документы экселевские файлы которых указаны те предприятия которые в ростех надзор на 23 год запланировал к проверке как это выглядит вот мы скачали такую таблицу по уральскому ростех надзору вот она у меня на рабочем столе так они они выглядят мы такие качаем таблицы 29 таких таблиц они огромные он где девушки коллеги у меня уже это проработали туда зеленым выделены предприятие то есть здесь нет кроме того фильтр стоит на первый квартал 2023 года если убрать фильтр тут будет порядка несколько сотен таких предприятий которые будут уральским ростех надзором подвергнуты повышенному вниманию проверочной деятельности мы здесь видим вот допустим общество с ограниченной ответственностью альп сервис ростех надзор придет 0 1 0 2 23 года приедет проверка на это предприятие и соответственно будет проверять вас я на сайтах ростех надзора это тоже все в открытых источниках есть штрафов менее не буду говорить пяти а скажу так менее 4 миллионов за невыполнение требований ростех надзора в том числе и по психологическим обследованием не видел меньше 4 миллионов ростех надзор не накладывает штрафы если что-то вы не выполнили не собрали пакет документов на ваших работников неправильным должным образом медицинское свидетельствование не обучили их или еще как-то не прошли в том числе психологическое обследование не выполнили тех 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 требований которые предъявляет ростех надзор к лицам опасной профессии готовьтесь к штрафу а я работаю уже 21 год на данный момент меньше 4 миллионов штрафов я не видел или платите штраф готовьте денежки и можете забыть благополучно про наше психологическое обследование или же пройти это обследование наше психологическое за какие-то копейки суще провести обследование генеральному директору главному инженеру начальником цехов подразделения делов и так далее и персоналу ведущему технологический процесс речь идет о рабочем персонале что проверяет ростех надзор это все указано в 240 приказе давайте вот вернемся назад немножко вот он 240 вот он вот постановление правительства российской федерации утверждение перечня должностей работников объектов использования эксплуатантов там еще звучит слово использование атомной энергии которые должны получать разрешение федеральной службы по экологическому технологическому атомным отзору на право ведения работ в области использования атомной энергетики сейчас по этому закону туда подпадают нефтегазовые предприятия поскольку они эксплуатируют источники ионизирующие излучения на каждой буровой вышке есть какой-то дозиметрист он дамерет и используют какие-то приборы я не нефтяник не знаю какие но по опыту работы сталкиваемся с этим что к нам обращаются нефтегазовые предприятия которые эксплуатируют такие приборы в которых там колбочки ионизирующие да то есть какие какой-то радиационный источник присутствует они подпадают под действие этого самого 623 административного регламента вот он вот он здесь вот указан и соответственно по должностям как минимум управление то есть директор за него заместители должны проходить рабочий персонал связаны с этими приборами из излучающими источники ионизирующие излучения тоже проходят медосмотры не по приказу 29 н для обычных людей для обычных граждан а по приказу 749 н для лиц опасных профессий вернемся еще к таблицам excel соответственно они огромные эти таблицы здесь указаны буквально все предприятия вот какой-то общество с ограниченной ответственностью ск том купи общество с ограниченной ответственностью комбинат строительных материалов уралмаш завод вот на первый квал на первый квартал фильтра наложен и тут я вижу сейчас я точно вам скажу тут я вижу в общей сложности 50 вот по строчкам смотрю 50 предприятий которые за первый квартал 2023 года по уральскому региону будут подвергнуты проверкам рост их надзора приедет комиссия 45 человек и будет проверять вашу документацию технологичность кута и так далее технологии и соответственно спросят а где у вас ребята физиологические обследования ваших работников медосмотры обязательно проверить на досмотр вот что вы им это ответите могу вам подсказать можно положить в канал в карман как то у нас принято в россии конвертик купить ящик хеннесси и как-то договориться с этой комиссии а можно и не договориться и тогда вас ждет штраф от четырех миллионов рублей копейки в общем-то для них и газовой компании поэтому решать собственно вам каждый принимает решение сам ненавижу эту фразу но тем не менее так она и есть на самом деле вот это так выглядит значит выделено это управление генпрокуратуры российской федерации уральском федеральном округе 10 с лишним предприятий только за первый квартал то есть имеется ввиду инварь февраль март 2023 года то же самое по другим 29 ростех надзором межтерриториальным управлением там точно такие же таблицы поэтому инженеры по т.б. и от ай т.б. работайте значит заходите на эти сайты ростех надзоров ваш территориальный сайт ростех надзора может быть это был там волжский ростех надзор может это будет там сибирский ростех надзор повторюсь еще раз таких сайтов 29 я сейчас на уральском находите эти таблицы они в открытом доступе это все в открытом доступе скачиваете прорабатываете находите свои предприятия и докладывайте своему начальству что вот у нас допустим там в марте или там в июне или в августе или в сентябре или в ноябре 23 года нам предстоит проверка ростех надзора мы должны быть не готовы успешно ее пройти лучше собрать все документы заранее готовиться к этому ко всему и спокойно жить или же готовить денежки для штрафа ростех надзора от 4 миллионов рублей и выше бывают штрафы по 20 на этом собственно все благодарю за внимание и удачи вам